на библейский порталок загет поступил вопрос в молитвах часто говорится согрешение вкусом бонянием исчезанием в чем тут грех грех человека есть пять органов чувств и каждый из органов чувств участвует как в молитве так и в страстных привычках все что человек может поставить после запятой без этого я не могу жить является привязанностью и страстью апостол павел послание к кремнинам говорит что давайте как днем будем вести себя благочинно не предаваясь ни перствования ни пьянства не сладора страстью не распутству вот перечисляет все страсти и пороки человеческие но как грешить зрение вы понимаете да может человек как у апостола павла написано каждое сожделение посмотрешь ой в евангелии написано каждое сожделение посмотревший уже пролюбодействовал с ней сердце своим вот если каждый человек смотрит на экран или на сторону и в сердце в голове рождаются всякие похотливые обстоятельства то это грех как согрешать ушами вот первое первая строчка псалтири начинается блажен муж и не дед за советом честивых если вы находитесь в компании где речь перемешана с диаматическими выражениями то простите меня как у того же сераха написано если ты трогаешь свалу то ты не останешься чистым вот как согрешать вкусом ну все грехи чревоугодия гортонабесия это грехи вкусом как грешить обонянием сегодня человек рассказал что встречу человека который так надушился что аж глаза там щипала от его духов вот в принципе и таким образом можно согрешать когда человека собственное обоняние настолько понижена от вот перебора всякими такими запахами то и таким образом можем грехи каждый страсть каждое чувство каждое любое обстоятельство человеческое она может стать грехом понимаете если человек выходит за грань за грань золотой середины то можно очень хорошо вляпаться все эти дьявол ведь вспомните такая прекрасная картинка когда папуаска снова гвинеи 28 сантиметров шея у которой выбиты передние зубы наколки на всем лиц на всем лице которая отвисла и продырявленные сантиметров по 8 уши которую воткнута там шпага какая-то там в нос насквозь да она смотрит на современную европейскую с ботоксами с отрезанными бровями с наколками вместо бровей с наклеенными ресницами женщину и обе и так внутри себя думают вот это уродина потому что для папуаски то что делать с собой европейская женщина этого родства и для европейской женщины тоже сделала собой папуаска или сделали те традиции которые там имеются они две две такие женщины что не приведи господи во сне бы увидеть вот поэтому любую страсть любой порог любое чувство который дал нам бог для познания мира и познания его самого можно сделать грехом и греховными привычками и так будете потом всю жизнь молитвословие вспоминать что согрешал и вкусом объедался и обонянием и слухом услаждался и всяким другими пороками и страстями помоги всем господи внести свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео